В воскресенье молодежь, координируемая партией социалистов, отметила национальный день объятий. Группа из 15 подростков решила напомнить общественности о непривычном празднике, который предполагает заключение в дружеские объятия не только друзей и близких, но и совершенно незнакомых людей. Несмотря на необычность этого праздника, жители с удовольствием позволяли себя обнять. Я считаю это сейчас актуально, потому что общее настроение людей должно быть приподнято. Приятно, что людям не безразличны другие люди, что обнимаются. И другим людям тоже приятно, комфортно, что мы не чужие люди, что как-то связаны друг с другом. Люди подошли и начали обнимать. Это очень приятно. Позитивно весь день. Любит людей тот, кто обнимает. Я тоже люблю очень людей. Я 40 лет работала в школе. Ну положительно, нормально. Настроение действительно подняли. Участники праздничной акции утверждают, что почувствовали на себе, как дружелюбные прикосновения повышают настроение и дают возможность обмениваться душевным теплом. Мне очень понравилось мероприятие. Первоначально мы думали, что к нам отнесутся немножечко с ухмылкой. И нет. Мне все-таки показалось, что наши люди могут нам доверять. Очень радостно к нам относятся. С улыбкой. Некоторые не хотят обниматься. Нет у людей желания. Люди улыбались. Людям это нравилось. Некоторые даже меня назвали сумасшедшим сначала. Но в целом было неплохо. Мне понравилось. Очень весело. Мы пытались донести, что в этом обнять человека, в этом ничего плохого нет. И что счастье – это самое главное, что есть у нас. День объятий – международный праздник. Он появился в 70-х годах в студенческой среде западноевропейской молодежи. Сегодня существует два дня обнимания. 4 декабря – как международный день. И 21 января – как национальный день объятий. В Чедерлунге активисты молодой гвардии партии социалистов отметили его впервые. Продолжение следует...